Ежегодно проходить ПЭТ-КТ – это нежелательно? Причина – невозможность пройти колоноскопию. В ремиссии 3 года. Есть ли альтернативные методы? К сожалению, из этого вопроса не совсем понятно, о каком заболевании идет речь. Ремиссия какого заболевания? Если речь идет о ПЭТ-КТ, то, скорее всего, это опухолевое заболевание, потому что это исследование чаще всего применяется для определения очагов, которые накапливают специальный контраст. ПЭТ-КТ, по сути, это такая же компьютерная томография, то есть человек ложится в такую специальную трубу, где выполняются много-много рентгеновских снимков с низкой дозой и в таких много-много срезов, которые потом можно соединить в компьютерной программе и увидеть органы человека, ну, фактически, вот как бы мы их видели во время операции, ну, с определенными, конечно, такими условностями. Во время ПЭТ-КТ, это позитронно-эмиссионная томография, вводится специальный контраст, это меченое специальным таким радиоактивным веществом глюкоза, которое накапливается либо в опухолевой ткани, либо в воспаленной ткани. И вот именно в этом, наверное, и вся сложность интерпретации результатов исследования ПЭТ-КТ, особенно у послеоперационных больных. Если человек не оперирован, то и он выполняет ПЭТ-КТ, и на сканирование всего тела, там есть картиночка тела, на котором красным отмечены точки, где вот этот контраст накапливается. И делается предположение, если этот контраст накапливается где-то в проекции каких-то органов, что в этом органе либо опухоль активная, либо какой-то активный воспалительный процесс. Но что из этого, либо это опухоль, либо воспалительный процесс, на самом деле ПЭТ-КТ не может сказать. То есть просто ПЭТ-КТ показывает, что контраст там накапливается. Поэтому иногда это исследование дает больше вопросов, чем ответов. Сейчас, ну как, достаточно модно стало проводить это исследование, особенно с учетом того, что стали выделяться квоты, и многие пациенты могут это исследование пройти бесплатно. Но в нашей практике мы на самом деле достаточно редко рекомендуем выполнять ПЭТ-КТ, только в очень таких определенных ситуациях. Потому что мы столкнулись с тем, что пациенты после операции выполняют это исследование, и у них начинают светиться различные места в организме. Пациенты, конечно же, находятся в таком практически в паническом состоянии, потому что они живут хорошо, они себя чувствуют хорошо, они до этого выполнили КТ обычное, выполнили МРТ, там никаких признаков прогрессии заболевания нет. Но тут им подвернулась возможность выполнить ПЭТ-КТ бесплатно, они его выполняют, и что-то у них там где-то светится, и им пишут, у вас рецидив заболевания, или у вас метастазы в печени, у вас метастазы в легких. И все, у человека паника, что делать, куда бежать. У меня было в моей практике несколько таких пациентов, которые в разные периоды после операции почему-то сами решали сделать это исследование, и приезжали вот с такими скруглыми глазами, с испуганным лицом. Доктор, что делать, у меня вот обнаружили рак где-то там, или продолжение заболевания, или метастазы в печени, или вот вместе операция, у меня там что-то не то. И приходилось перевыполнять уже наши исследования. Если речь идет о удалении опухоли прямой кишки, то мы заново выполняли МРТ органов малого таза с прицельным изучением всех структур, на котором показывали, что опухоли никакой там нет. И то, что там накапливается контраст при проведении позитронной эмиссионной томографии ПЭТ-КТ, это скорее всего свидетельство просто какого-то воспалительного процесса. Воспалительный процесс после операции может продолжаться полгода и даже год. То есть вот это вот соединение тканей, сращение ткани вместе с операцией, восстановление функций, перестройка соединительной ткани, сначала грубый рубец, потом такой мягкий рубец. Это все достаточно длительные процессы. Это ни день, ни два, ни две недели, ни месяц, и даже не три месяца. Эти процессы могут идти полгода и даже год. Поэтому в послеоперационном периоде мы не рекомендуем стандартно делать позитронную эмиссионную томографию, потому что, к сожалению, больше вопросов и каких-то таких ложноположительных результатов, чем полезной информации мы получаем. Во время этого исследования мы делаем форекс. Мы делаем форекс. П Stern. П Stern. Об 있었ы, форекс. П Stern. Брэйл. П Stern. Продолжение следует...